Добрый день! Давно мы с вами не встречались, и хотел бы заметить, что это, если вспомнить шутку Аркадия Райкина, он говорил так, что по независимым от зрителя причинам представление не состоится. Нам кажется, что не стоит влезать в причины наших невстреч, поскольку это не возвращает нас, абсолютно не возвращает нас к теме, о которой мы говорили. Основная тема у нас была «Мы знакомились с Кабалой». Мы кое-что ознакомились, но хочу вам заметить, что это знакомство было довольно внешнее. То есть для того, чтобы начинать что-то понимать в происходящих событиях, нам абсолютно необходимо прежде всего ознакомиться со схемой, как это работает, что это такое. Поэтому то, что мы до сих пор выучили, это неплохо, но это довольно поверхностно. Дело в том, что сразу в корень влезть нельзя. Дело в том, что всякое знакомство начинается чисто внешнее. Мы узнаём новую систему, о чём они говорят, что они рассказывают, потом мы потихонечку начинаем её воспринимать и понимать, она верна или нет. И именно вот этот момент, верна она или нет, есть то решение, которое мы должны принять. Значит, то, что мы с вами сегодня познакомились, до сегодня познакомились, это то, что… Как формально устроена эта система? Как она формально устроена? То есть мы знаем, что есть четыре мира, имеются в каждом мире, как бы насквозь из мира в неё проходит 10 спирот, и что они определённым образом устроены, влияют друг на друга и так далее. Но это схема, которую пока мы не можем сказать, что она даёт нам ответ на вопрос, главный вопрос, который мы с вами хотим решить, собственно говоря, как быть счастливым в этом мире. Дело в том, что идей на эту тему очень много, очень много. Дело в том, что ещё наше сознание воспринимает только то, что мы можем принять через материальный мир. Не понимая материального мира, мы не сможем поднять духовный мир. Не поняв материальный мир, мы поймём, что это в духовном. Мы с духовным что-то выучим и поймём, как устроен материальный мир. И таким образом мы сумеем углубить наше представление о том, что происходит и как нам жить. Давайте скажем так, у человека, который прожил какое-то время в этом мире, складывается уже вполне определённое представление, что он из себя представляет. То есть он имеет определённые убеждения, эти убеждения, то, что руководит им. И это интересно очень заметить на ребёнке. Попробуйте ребёнка в возрасте 4-5 лет, 3 года в чём-то убедить. То, что он понял уже, это окончательно. То есть он, допустим, знает, что шоколадка – это вкусно. И если вы пытаетесь ему что-то вместо шоколадки дать какой-то обед, завтрак или ужин, то это достаточно бесполезная работа. Он будет всё время настаивать на шоколадке. Учтите, что взрослый, он в каком-то смысле остаётся немножко ребёнком. Ребёнок, конечно, не понимает реальный мир. Но и взрослые тоже ведь находятся в той же проблеме. Попробуйте пожилого человека в чём-то убедить. Довольно бесполезная работа. Потому что у него есть большой жизненный опыт. Он уже знает, что к чему, что и как, что надо делать. Он не берёт в расчёт простую истину, что мир меняется. Что те события, на основании которых он сделал выводы, до сегодняшнего дня уже не всегда доходят в том виде, как были в те времена. Поэтому опыт, который мы накопили в жизни, он очень необходим, конечно, всё правильно. Но этот опыт не совсем точен, поскольку мир-то потихонечку меняется, а наши убеждения, они и остаются. Серьёзно? Один из примет таких, как можно человека такого инерционного осознать, вы ему что-то рассказываете. В процессе рассказа вы... Какую-то часть того, что вы уже говорили, вы ему повторяете. Он тут же вас... Это я уже знаю. Он не берёт в расчёт простой факт, что когда он первый раз слышал это дело, это было первый раз, а кроме того, это шло построение определённых фактов. И среди фактов был и этот. Не исключено, что сегодня, когда вы ему рассказываете это же самое, оно идёт в связи с другими фактами. Понимаете? Он это не хочет брать в расчёт. Это я уже знаю. А именно вот здесь скрыта та часть, которая даёт возможность нам, если так можно выразиться, продвигаться. Наши мудрецы, пару тысяч лет тому мы сказали так, не смотри, где человек стоит, где он находится в умственном, в духовном, в моральном облике, смотри, куда он движется. Или вообще движется ли он. Понимаете? И вот это вот момент, который нам с вами абсолютно необходим. Надо допустить мысль, что в моём представлении о событиях в окружающем мире имеется какой-то процент ошибки. Допустим, 10%. Ну, никак не 100%. При 100% это человек, который абсолютно в себе не уверен, он мне не станет ничего делать. Но эти 10% дают возможность смотреть на события уже не то, что я всё знаю, дают возможность немножко критически посмотреть на ту информацию, которую я обладаю. я бы сказал, может быть, даже обязанность внимательно слушать то, что вам говорят, не смешивая это немедленно с той информацией, с теми выводами, которые у меня есть, а постараться их просто как единицу понять. И когда беседа закончилась, попробуйте вынуть свою информацию на эту тему и попытаться их сравнить и посмотреть, а может быть, где-то действительно была ошибка. И как вы уже знаете, что никто из нас не имеет ни малейшего представления о реальном мире, указывая на свои представления. Мы говорили немножко на эту тему. Смотрите, давайте возьмём такой простой пример. Исаак Ньютон в своё время создал систему, как устроен этот мир, и всё было прекрасно, всё работало, всё крутилось в конце 19 века. В Англии, к сожалению, не помню фамилию, учёный, довольно крупный учёный, заявил, что физика в настоящий момент может дать окончательный ответ на все вопросы. Нам осталось только в уголках подмести мусор. Буквально через несколько лет была открыта радиоактивность, и всё представление о системе Ньютона полностью развалилось. Но это вовсе не значит, что люди перестали ходить, яблоки перестали падать с деревьев. Просто мы поднялись на какой-то более высокий уровень мышления. И теперь уже понимаем, что если у Ньютона была основа, время, материя, то сегодня эти понятия по Эйнштейну стали немножко сдвинутые. Время не стало таким окончательным, как оно было при Ньютоне. Пространство тоже самое. Но, повторяю, это не значит, что мир перестал существовать. Просто появились новые вещи, которые раньше при той системе существовать не могли. Давайте попробуем посмотреть на 20 век. 20 век, одна из черт, характерных для 20 века, это строительство коммунизма. Этим были заняты около 300 миллионов человек. Естественно, возникает вопрос, что прошло 70-80 лет, и эта система вся развалилась. Почему раньше это не было? А ведь были люди, которые говорили, что это не система, она нельзя работать, не приведет к данным результатам. Этих людей уничтожали, и вам, конечно, известно, что 40 миллионов человек в Советском Союзе были уничтожены только потому, что они не подходили к идее строительства коммунизма. Как они к этому пришли? Пришли очень интересно. Положение экономическое, материальное было очень низкое, нищета. В армии был введен такой закон, как прогонять сквозь строй солдат, которые грубо нарушают правила жизни. Воспользовались этим коммунисты. И сказали так, Николай, он палочник, он забивает людей, и так далее, и так далее. И начали искать те недостающие по их мнению элементы, которые они могут исправить. Им это удалось, они доказали, всё сделали, пришли к власти, как мы уже говорили, 40 миллионов. Не будем ещё углублять, там есть ещё пару десятков хороших миллионов, которые да, ну далее даже этого достаточно. они не подумали над простой вещью, что есть существующая система, и что её нужно просто исправить. Как говорили тогда мудрецы ещё далеко до этого, если ты хочешь исправить мир, исправь себя. давайте возьмём такой момент, сегодня мы живём в демократических странах, всё нормально, мы выбираем, а кого мы выбираем? Мы выбираем человека, который обещает нам добавить ещё к нашей зарплате там, рублей, долларов, неважно что. Хорошо. Значит, меня интересует, что мне взять. Меня не интересует, а что вам останется. Если посмотрите, в каждом парламенте имеется много партий, партия эти каждая тянет к себе, себя поставить главной, а ведь главное это, в общем-то, государство, это всё же ношу мы возьмём с вами так, что человеческий организм и человеческое общество являются как бы подобными явлениями. В человеческом обществе, допустим, возьмите какой-то город, в городе есть свои глаза, своя голова, голова города, какая-то там есть группа, которая управляет, группа, которая следит за порядком и так далее, и так далее. И человеческий организм такой же. И грош цена тому органу, который не подчиняется голове. наша задача выбрать в голову людей, которые будут думать о государстве, а не том, как мне добавить сто единиц, сто долларов, сто чего-нибудь. потому что, если они меня только заберут у вас и добавят мне, от этого больше не встаньте, завтра придете в их власть, отнимите у меня, добавите себе. Более того, власть оказываются эти же люди, такие, как я, такие, как мы с вами. Они прежде всего возьмут себе. И это нормально, потому что они такие же, как и мы. Значит, если мы хотим, чтобы сверху были, назовем это нормальные люди, то мы должны прежде всего себя сделать нормальным. И тогда у меня мысли будут о государстве, о чем угодно, но отнюдь не только как мне схапать себе. А мысль о том, что если все государство поднимется, решит вот эту какую-то там проблему, то это достанется каждому из нас. каждый человек выбирает в своей жизни какую-то линию. Эта линия есть всего несколько линий. Это деньги, богатство, это миллионеры. Когда-то были богатые люди, потом они стали миллионерами, потом они стали миллиардерами. Ситуация-то не изменилась. они бесконечно хотят добавить еще и еще к тому, что есть. А наша задача как-то другое, как сегодня, в том виде, как у меня есть, зарплаты, которые у меня есть, как мне сегодня быть достаточно счастливым, и как мне думать улучшить то, что у меня есть, но прежде всего быть доволен тем, что есть. Миллионер станет миллиардером, а потом что? А потом триллиардером, ну а люди будут умирать с голода. Власть. Власть – это тоже сторона, которая, в общем, если обратите внимание, очень интересно написана в Туре. Там история о том, как лодка, лодка, когда он отделился от Авраама и жил на территории, где сейчас Мертвое море, с дом, то там была такая история, что четыре короля воевали с пятью. Какая цель была? Деньги. У пятерых забрать деньги и взять себе. на основании чего, что тебе не хватало, об этом никто не думает. Думает о том, как взять. А как эти деньги использовать нормально, чтобы не забирать у другого, об этом мы не думаем. И, естественно, сверху не думают, каждый берет себе. Для чего нам Тура это записала? Обратите внимание, Первая мировая война. Это Германия, Австрия, Венгрия, с другой стороны Франция, Англия, Россия. Ну, там прочие подмешаны. Какая цель этой войны? Посмотрите, есть интересный фильм на русском языке. Называется так, Первая мировая война – это катастрофа Европы. Первая мировая война – это катастрофа Европы. Она привела ко второй и так далее, и до сегодняшнего дня все мучаются. Хотя живут намного лучше, но это ничего не значит. значит, после того, как мы услышали какую-то истину, как мы уже говорили, мы должны ее обязательно у себя переварить с теми понятиями, которые у нас есть, и постараться исправить ту часть, которая кажется невежной у нас. Без этого прогресса в нашем мышлении быть не может. Возникает, естественно, вопрос, что это очень тяжелый момент. Я должен признать, что в корне в моем мышлении есть заложена ошибка. Конечно, мы можем отрицать, говорить, что это не так, но ведь когда мы живем жизнью, мы делаем ошибки. Каждая из нас делает ошибки. Более того, уже признано, что если это логика психологии о том, что если я в своей ошибке не найду ту часть, которую я сделал, а все свалю на соседе, очень простой момент, кризис, а чего бывает, все знают, евреи напахали, натравили, наделали, что-то не то, ну, понятно, евреи сделали, наверное, и слышал выступление экономиста, к сожалению, вот опять же не помню фамилию, так это край муха слышу, и он сказал так, конечно, мы правильно делаем, что мы свои экономические ошибки сваливаем на евреев, но мы должны еще знать, что когда мы сваливаем это все на евреев, это гарантия, что эта же ошибка снова вернется, потому что свою часть ошибки я все равно сделаю, и это продолжается, учтите, абсолютно в любой области, возьмите такой простой пример, что такой развод, встретились мужчины с женщиной, влюбились совершенно потрясающе, поняли, что без него, без нее у меня жизни нет, проходит какое-то время относительно очень небольшое, и начинаются серьезные проблемы, в чем же сложность этих проблем, сложность в том, что каждый считает, что тот виноват в том, что я недоволен, вторая часть виновата, результат, развод, что дает развод, дальше идут встречаться с другой женщиной, с другим мужчиной, женятся, и на втором, третьем начинают понимать лозунг, который в корне неправилен, все мужчины одинаковые, все женщины одинаковые, с ними бесполезно говорить, ничего нельзя делать, почему? Потому что свои ошибки мы не сменили, они остались при нас, и они вызывают ту же самую реакцию, которая была на том, вы понимаете, естественно возникает вопрос, для чего мы задели эту тему. Дело в том, что мы говорили, и мне хочется снова вернуться к этому моменту. Каббала – это наука, которая построена не на нашем понимании, не на нашем знании, не на нашей логике. Я не помню, говорили ли мы с вами, давайте возьмем простой пример. Всевышний сотворил человека. Как он его сотворил? Он сотворил и того, и другого вместе, мужа и жена вместе, мужчина и женщина вместе, и так и сделаем. Потом он подумал и говорит, плохо человеку жить одному. Ну, ошибся, бывает, все ошибаются. Ну, и сделай второго. Нет, второго не делает. Он делит этого на две части, отдельно мужчины делят. Что мы можем из этого выучить? Очень много. Чем больше мы будем в это вглубляться, тем больше мы будем понимать. Во-первых, кому это сказал? Он сам себе сказал, что не понимал, что это плохо. Он дал нам цель жизни, по которой нам можно жить. Человек, у которого все есть, теряет интерес в жизни. теряет интерес жизни. Поэтому он не сделал второго, потому что по логике известно, по опыту жизни известно, что самое страшное одиночество человека это в компании, когда он находится в группе людей, и он понимает, что он никому не нужен. у него нету контакта того, который он хотел бы, чтобы у него был. Что жена не движет, а именно недостаток чего-то? И тут есть еще одна серьезная проблема. Серьезная проблема заключается в том, что если я что-то хочу, и это не конкретный предмет, я хочу машину, я иду на работу, делаю так, покупаю машину, самую лучшую, еду по улице, у всех все на меня смотрят, вот это да, выдал парень. Проходит пару лет, несколько лет, машина уже не такая шустрая, не такая могучая, уже есть более лучшая. Так на что же я потратил время? Ну не что, как же надо было на наш взгляд посмотреть на этот факт. Вот это очень просто, мне нужна машина для чего? Чтобы у соседей глаза вылезали на лоб. Бесполезная работа. Для того, чтобы мне ездить, мне надо ехать на работу, мне надо ехать с работы, мне надо ребенка отвезти, туда, сюда, пятое, десятое. И для меня не имеет большого значения эта машина модерновая или не модерновая. в данном случае имеет вопрос, имеет значение только один вопрос. Она мне подходит для чего-то. И вот те люди, которые живут для чего-то, у них нету предела. Мы говорили с вами, по-моему, был такой Виктор Франкл, может быть, как-нибудь становится интереснейший человек, прошел через Освенцим, и он сделал вывод, что в Освенциме выжили, в концлагерях выживают не сильные, не слабые, не умные, не дураки, а те, у которых есть цель в жизни, которую они не достигли, но хотят достигнуть. Вывод, который он сделал для себя и для нас, цель должна быть такая, которую мы не можем достигнуть до конца жизни. Значит, если у меня была цель купить машину, я купил машину, все кончилось. Понимаете, мы говорили над тем, мы рассказывали немножко, но тут мне хотелось снова это как-то более ярко выразить, что цель, которая у нас стоит, когда я женюсь, не то, чтобы мне лично было хорошо, а цель должна быть, я и она имеет общую цель построить семью. Если у меня и у нее одинаковые понятия о семье, то есть семья должна быть там я, она, дети. Если у нас одинаковое мировоззрение в смысле отношения к людям, мораль и так далее, и так далее, тогда стоит жениться. А если она мне нравится только потому, что у нее красивые талии и красивые ножки, то это кончается буквально через несколько месяцев и далеко не тянется. Понимаете, поэтому повторяю второй и третий раз, цель должна быть далекая и моральная. Именно вот этому у нас и пытаются научить Тора на тех фактах, которые мы читаем. А читаем там все просто понятно, Агром приехал туда, уехал туда, все понятно. А для чего? Вот на примере этих четырех и пяти царей, которые там воевали между собой, только из-за этого мы можем выучить очень и очень многое. Очень многое. Спасибо за внимание. я надеюсь, что наши встречи будут продолжаться. Успех в ваш жизни обдумайте хорошо и не смотрите на ошибки, какой я был дурак, как я так додумал. Нет. Ошибки нам даны для чего-то. То, что мы называем наказание, нам дано не для того, чтобы меня отлупить или так далее. Мне дано для того, чтобы я в себе что-то исправил. Я исправил себе, значит, это уже не повторится, всё нормально, и тогда я могу продолжать быть счастливым. А если я буду ходить и мучиться, как я мог додуматься, и не сделать вот так, а сделать вот это, это полностью уничтожит меня как личность. желаю вам успехов, будьте здоровы!